Дорогие друзья, приветствую вас на очередной нашей конференции, которая инициирована компанией Евровед. Вторая из трех. Через неделю, последний раз, соберемся в таком формате. Но кроме того, что мы общаемся сейчас, мы проводим каждый день какие-то совещания, конференции в узком кругу. Круг бывает от двух человек до двадцати, причем с разными странами. Не сидим на месте. Прежде всего, хочу сказать, что не знаю, сколько у нас сегодня займет эфир. Будет зависеть от того, как мы будем уже активно общаться друг с другом. Разобьем его на три части эфир. Первая часть вводная. Вводной части у нас будет специальный гость. Не вижу пока, чтобы подключилась Анна Баландина. Сейчас посмотрю. Да, здесь она. Поэтому у нас идет. Вот, все есть. Специальный гость. Первая часть вводной части. Приветствую, Анна. Вторая часть будет посвящена немножко так воспоминаниям о том, о чем я говорил в первой нашей конференции. Затем вирусная часть. Мы находимся в ситуации такой кризиса, вызванного вирусом. А следующая часть будет посвящена настоящему кризису, который не вызван вирусом, а вызван совсем другими, скажем так, условиями. Пост-кризисный сценарий разбирать не будем. Это настолько далеко, что нет смысла сейчас на нем зацикливаться. Ну вот, такой наш регламент работы. Значит, сейчас я передаю слово Анне Баландиной. Вы ее знаете по выступлениям на выставках, по активности ее в социальных сетях. То есть человек, который много знает в нашей отрасли. И она расскажет конкретные какие-то шаги, которые могут быть предприняты для того, чтобы мы выходили из этого кризиса или работали в этом кризисе несколько более уверенно, чем без каких-то вот таких рекомендаций. Анна. Добрый день. Слышно меня? Да, слышно. Алло? Да, да, слышно. Здравствуйте-ка. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Михаил попросил рассказать вам о конкретных шагах, которые, на мой взгляд, могут предпринять магазины, да, сети, вот, как только, собственно, заработают магазины, да. И, ну, тоже не хочется ничего прогнозировать. То есть, в принципе, по идее должен быть хотя бы короткий период отложенного спроса, когда наши покупатели, которые, значит, были в изоляции, там, больше месяца и так далее, захотят себя порадовать, почувствовать новую жизнь и пойдут в магазин. Тем не менее, конечно, период будет сложный. Так вот, что можно сделать, да, чтобы эффективно использовать этот период коротких продаж и вообще эффективно, значит, хотя бы лето провести, да, вот в плане продаж, а потом, я как-то так более глобально. Ну, сокращаем расходы, это понятно, да, в договоренности с арендодателями, там, с поставщиками, оптимизируем команду, оставляем самых эффективных. Второе, конечно, прокачиваем и усиливаем каналы, которые будут помогать вам продавать. Ну, онлайн, да, думаю, что вы понимаете, что это сейчас, по сути, единственный канал коммуникации, который будет помогать дальше оффлайну продавать. И сейчас, конечно, важно, чтобы работали ваши социальные сети. И через ваши социальные сети вы должны сообщать покупателю о том, что вы живы, вы сильный бренд, то есть у вас есть запас прочности, потому что есть такой эффект, он называется, значит, как бы эффект пустых полок, то есть покупатель не пойдет в магазин, в котором он чувствует подсознательно, что здесь запустение бизнеса. То есть если он видит, что, скажем, вы неактивный, вы пропали, и как-то магазин у вас непривлекательный и так далее, то он это подсознательно считает, что запустение бизнеса и, опять же, подсознательно выберет более сильного конкурента. Ну и еще важно, чтобы покупатели понимали, что они вам дороги, да, что вы их понимаете, их беды, поэтому если у вас есть социальные сети, вы обязательно с ними коммуницируйте, желательно от первого лица тоже. И не только продавайте, но и, в принципе, какую-то такую социальную активность важно вести. И вообще, после того, как заработают магазины, конечно, на первый план выйдет вот этот персонализированный сервис. Если мы говорим не о масс-маркете, да, а вот там сегмент средний, средний плюс и особенно вот сегменты, где важна эмоциональная попутка. Ну и, конечно, что касается визуального мерчендайзинга, ну а вы знаете, что я эксперт именно в этом, да, то я вам могу дать прямо пошаговую инструкцию сейчас, коротко, как нужно вот прямо сейчас подготовиться, чтобы в первый же день, когда заработают магазины, то есть вы тогда это все делаете ночью, у вас магазин выглядит максимально коммерчески. То есть покупатель не должен встретить просто ассортимент белья в магазине, да, вы должны грамотно разделить свои коллекции на основные стилевые группы, чтобы ему было понятно, что вот здесь у нас базовая коллекция, вот здесь у нас домашняя коллекция, здесь, соответственно, well-being, ну, сделай потом, и сделай в доме, соответственно, в вашем ассортименте. Коллеги, у кого-то микрофон включен, вот он меня прямо отдает. Вот. Прогнозируют. Я вчера слушала на антикризисной конференции B&Op девушку Екатерина Петухова, она бренд-менеджер крупных бельевых брендов и там, и он здесь. Значит, и вот у них, естественно, аналитики, да, которые прогнозируют, какие группы белья в следующем году будут более приоритетные для покупателей. Ну, что и логично подумать. Базовое комфортное белье, домашнее, потому что особенно в России домашняя вот эта коллекция должна хорошо продаваться. Почему? Потому что в целом россияне, ну, как бы в целом как тренд, не привыкли тратить, то есть у нас нет культуры тратить деньги на домашнюю коллекцию, да, там дома, ну, как считают аналитики, дома ходим либо в спортивном, либо там по остаточному принципу. И вот этот, значит, вот эта наша ситуация изменит этот тренд глобально. То есть вторая приоритетная группа будет домашняя коллекция и, конечно, все, что связано с well-being, да, то есть такое полуспортивное, комфортное. Вот, соответственно, вы должны, понимая эти тренды, сгруппировать для покупателей вот эти предложения. Если у вас, допустим, как таковых таких коллекций нету, значит, вы их искусственно создаете. В любом случае, ну, конечно, если у вас не только белье, да, если у вас только белье, тогда отдельно делаете базу, отдельно делаете вот эти вот вечерние, дорогое форсетное белье, понимая, что, скорее всего, оно будет продаваться плохо. Конечно, мы его оставляем в магазине, но в неприоритетной зоне. И что делаем с купальниками? Очевидно, если мы откроемся, соответственно, границы, значит, магазин откроется, границы будут закрыты. Понятно, что у вас большое предложение купальников, вы их оставляете, но не обязательно их презентовать. То есть делайте для них отдельную зону, но, скорее всего, все-таки я бы не стала делать в первой приоритетной зоне магазина, а так, чтобы была видна со входа, но где-то глубже. И даже не обязательно там всю линейку размеров представлять, потому что если покупатель идет за купальниками, то он подождет, то есть увидев модель, он подождет, пока вы ему принесете правильный размер. То есть, значит, шаг один, вы делите свои коллекции на стилевые выборы, понимаете, вот по прогнозам, какие должны хорошо продаваться, и их презентуете приоритетно. Шаг два, прорабатываете входную зону, потому что она должна и затягивать в магазины, и продавать, да, из вот этих приоритетных коллекций. То есть она не может быть пустая. Дальше вы должны понимать, что несмотря на то, что у вас очень много ассортимента, вы не можете весь ассортимент, значит, впихнуть в торговый зал, и что перегруз больше, чем там на 10-15% визуально скорректировать невозможно, поэтому работайте вот в пределах нормы вместимости своей. И, значит, очень важен будет, конечно, вот этот персонализированный сервис. То есть важен каждый покупатель. То есть вы своим магазином уже делаете ему понятное предложение, а дальше работаете с ним в плане размеров и так далее. И еще что, сейчас, конечно, будет период такого мерчендайзинга быстрого реагирования, когда вы должны отслеживать свои продажи, потому что я не исключаю, что в каждом регионе своя специфика. И даже если, например, покупатели, то есть границы будут закрыты, никто не может никуда поехать, возможно, в южном регионе купальники будут продаваться лучше. То есть вы должны каждую неделю анализировать, что у вас хорошо продается. Если вы понимаете, что какая-то группа, да, стилевая капсула продается хорошо, а она у вас не на передней позиции, вы срочно меняете презентацию. Ну вот, это такие действия без бюджета, которые обязательно нужно предпринимать сейчас, чтобы ваши коллекции были видны и понятны покупателям. Есть какие-то в целом вам вопросы? Давайте вопросы какие-то есть, и потом перейдем дальше, потому что время у нас ограничено. Я смотрю, у нас больше половины участников нашей конференции это люди, возглавляющие производственные компании, не розница, но розница где-то человек 15 батс есть. Вот, может быть, и есть что-то будет интересно, потому что владельцам производственных компаний в другом работают несколько срези. Понятно. Так. Хорошо, ну тогда, значит... Сейчас, сейчас, у нас Андрей Кудрявцев что-то хочет сказать, наверное. Я его вот не вижу. А? Нет, Миш, я просто тут не совсем разобрался, видимо, как тут действовать. Так, если нет вопросов, Анна, мы тогда тебя отпускаем. Да, давайте я приглашу, у нас есть бесплатные уроки по визуальному мерчендайзму в понедельник-среда в инстаграме vm нижнее подчеркивание гуру. Это профессиональный инстаграм нашей компании. То есть, если нужно сейчас подключиться бесплатно, то милости просим, пока вот такая ситуация, мы сделали такую инициативу. Я их введу, все с презентацией, всем рассказываю. Спасибо, Михаил. Спасибо. Двигаемся дальше. Да, включай. Да, спасибо, Ань. Господа, значит, хочу что сказать во вводной своей части. Общаюсь со многими предпринимателями, смотрю постоянно в интернете сообщения. Я вчера наткнулся на такую конференцию, которую проводят одежники. Я был поражен. Я вот вам сразу могу порекомендовать. Я сброшу это на Facebook, ссылку на... Вчера там где-то 5 часов было записи. И это каждый день. Я не думал, что такой высокий уровень интеллектуальный у людей, которые занимаются одеждой. Они находятся в другой вселенной. Понимаете? Наш белевой бизнес, как Анатолий Васильев, я его всегда цитирую, что мы находимся в песочнице. Вот мы дети, которые играем в песочнице. Причем дети не из детского сада, которых потом поведут и чему-то учить будут. А дети, которых привели родители, и мы вот сели в этой песочнице, каждый со своей машинкой отвернулся, не трогай мою машинку. Понимаете? Вот это наш бизнес. Мы лилипуты. Просто лилипуты перед теми людьми, которые занимаются другим делом. И я абсолютно уверен в том, что одежники придут к нам. Они уже там, когда они рассказывают, кто-то собирается купальники шить, кто-то домашку шить. А это полный передел рынка. Это еще одна вот такая вот информация для вас, чтобы вы понимали. Там, скажем, объемы в десятки раз превышают наши бельевые. Там работают структурные, сильные компании. Там интеллект у людей. Поэтому вот послушайте, что они говорят. И как много конкретики, которые они говорят, чему нам надо учиться. Я посидел, я записывал постоянно. Для меня это новый мир открылся. Оказывается, вот оно как может быть, Михалыч, понимаете? Поэтому я вот порекомендую. Ссылка будет, посмотрите. Только за один день пять часов. Они там пять дней собираются общаться. Поэтому вот мы должны понять, что мы не интеллектуалы. Мы совсем что-то занимаемся какими-то мелкими делами. И должны с этим что-то делать. По крайней мере, понять свой уровень. Вот. Как ни горько осознавать, но это то, что есть на самом деле. Итак, для тех, у нас много новых, для тех, кто отсутствовал на первой конференции, я немножко пройдусь по тем позициям, которые были раньше, и потом пойдем дальше, чтобы там и снова чем-то познакомить. Итак, у нас появилось время осмыслить то, где мы находимся, чем мы занимаемся. Что происходит в стране, становится абсолютно понятно. Никто собирается наш бизнес белевой, мелкий бизнес, ну не белевой, вообще мелкий бизнес спасать, и меры, которые предлагаются, они скорее, ну я так полагаю, что навредят. Мое мнение не, это не только мое мнение, но многие люди обсуждают, что действительно выживут скорее те, кто не получит эту поддержку и будет рассчитывать на свои силы. Поэтому очень внимательно смотрим. У нас строится государство сословного типа, оно, не надо думать, что оно такое неустойчивое, когда все говорят, сейчас все развалится, ничего не развалится, потому что у нас особая общность такая созданная, как раньше говорили, советский народ, сейчас это другой несколько народ, но который готов терпеть все и делать все, чтобы не жить хорошо. Поэтому мы с этим должны отдавать себе отчет в этом. Значит, нашу отрасль, естественно, ждет перетрубация, реструктуризация, укрупнение, сюда придут новые игроки, откуда они придут, неизвестно, может быть, одежники, может быть, из других сфер, потому что на Западе все меньше инструментов для того, чтобы наши деньги работали, бизнесы работали, и, скорее всего, они по-другому. И наша отрасль не станет и сюда будут новые игроки. Ну, нужно понять, что мир меняется, прежним не будет, это уже такие общие слова, но что нужно сказать, что все вот забывается, нам кажется, это мы сейчас себя уговариваем, что мир прежним не будет, а вот мы сейчас заработаем по-новому, и люди будут потреблять по-новому. в принципе, людям возможно, да, а то, что я вижу, как мы собираемся выходить из кризиса, то мы собираемся работать так же, как работали. Поэтому, ну, чего-то такого ждать, через полгода все опять войдут в прежнее русло, и наши вот эти вот конференции, они забудутся, как страшный сон, каждый будет опять сам по себе выгребать, рассчитывая только на свои силы. поэтому я бы не рассчитывал на то, что все так сильно поменяется в нашем мышлении. Вот, ну, и мы подели, насколько мир уязвим, даже одна неделя была простоя, и то, разрушились все цепочки, которые были раньше, не говоря уже о том, что мы, в принципе, ждем до 1 июня открытия, и что, какие изменения произойдут за это время. Ну, в общем-то, каждый должен для себя решить, буду ли я работать по-прежнему, или я буду что-то делать новое, а что новое делать, мы сейчас поговорим. Итак, что мы делаем сейчас? Понимаем, что цель жизни наша не продавать трусы, а заниматься, мы не интимиссиями, не кальцедония, а заниматься чем-то другим, как смыслом жизни. Посмотреть на себя критически, то есть вы лидер или кто. Ну, вот, знаете, здесь основатель сети кофеин, как он, Андерсон, да, выступает, и я тоже приведу ссылку на ее очень интересный пост, который сегодня мы увидели, она говорит наоборот, да, что, в принципе, не нужно рассчитывать, скажем так, больше на себя, вот, и не рассчитывать на государство, то есть непонятно там, на кого рассчитывать, но почитайте, будет интересно для всех вас. Значит, сейчас, с какой точки зрения на себя посмотреть, как я работал до кризиса и как я работаю теперь. Мои многие знакомые сейчас работают значительно больше, чем работали раньше, и у меня, в принципе, то же самое получилось, хотя и так не сидел на месте, ну, просто это другая работа. Так вот, каждый для себя, пожалуйста, отметьте, я работаю больше, эффективнее, чем я работал раньше, раньше или нет, потому что есть компании сейчас, которые растут в разы, продажи растут в разы. Так, у нас пишут, что мне, что конференция завершится через 10 минут, тогда надо будет еще раз зайти. Ничего страшного в этом нет. Так, Максим. Максим. Так, я здесь? Слышишь на меня, да? Так, пойдем дальше. На чем я остановился? Да, насчет продуктивности работы. Есть компании, которые работают, и это не только онлайн-компании. Есть магазины, не у всех, не у всех, не во всех регионах, скажем так, жесткий режим, сидим, никуда не ездим. Вот, есть магазины, которые работают, работают по доставке продукции, общаясь в соцсетях, получая заказы, и они разводят сами. Таким образом, они еще расширяют свою клиентскую базу. Дальше, что мы еще должны понять? Это, опять же, связано с песочницей Васильева, как я называю, с этим феноменом. Значит, будем ли мы работать в одиночку, или мы будем работать в сообществе единомышленников? Раньше я пределал сомнения, что мы можем объединиться, сделать какой-то, какой-то союз и работать совместно. Так вот, по, скажем, прошествии какого-то времени непонятно, что мы этого сделать не можем, не будем мы пытаться. Вот, то есть, честно себе ответим, мы не способны договориться. Возможны альянсы на коммерческой основе, безусловно, но что-то создавать такое не на коммерческой основе, какие-то такие организации, которые будут лоббировать интересы, делать жизнь, там, сообщество Белевого более интересной, на этом можно поставить крест. Расслабимся, будем заниматься бизнесом, объединяясь в ситуационные какие-то такие команды, которые нам помогут выжить. Итак, что мы делаем ежедневно? С арендой разбираемся сейчас. Такой избитый вопрос, но кто считал? Я думаю, что надо рассчитывать минимум на 9 месяцев, если посчитать свои затраты, исходя из того, что уровень потребления очень сильно упадет. Вот смотрите, исследования Boston Consulting Group, международная консалтинговая компания с 80 офисами и холдинг Ramir провели исследование, насколько упадут, скажем так, продажи после опроса огромного количества людей, которые сказали, как они собираются тратить свои бюджеты. Так вот, минимум 60% падения будет происходить, понимаете? 60% закладывать в свои расчеты. Вот я буду 9 месяцев там, допустим, работать в торговом центре, и у меня минус 60% того, что было раньше. Я выдержу или нет? Так вот, что этой ситуации делать? Конечно, бежать. И бежать быстро. Бежать, если есть силы в street retail, но нет сил, значит, шоу-рубы делать или какие-то другие предпринимать меры, потому что вы не выживете, просто не выживете. Поэтому вот сейчас такой момент, когда еще не открыл, и все, но вы уже четко можете видеть свое будущее и просчитать его. Так что я вот очень рекомендую с персоналом опять же такой момент истины решать, кто с вами, кто без нас, кто без вас. И, значит, здесь трудно всегда сокращать, но это тот момент, когда вы можете действительно избавиться от людей, которых вам было раньше тяжело уволить. Ну, пользуйтесь этим моментом, оставляйте лучших. Ну, я всегда говорю, что профессия продавца сейчас это не продавец. Те, кто хочет остаться в этом бизнесе розницы, значит, ищите людей, которые способны работать с людьми, у которых есть для этого либо личные качества какие-то врожденные, либо они научились этому и могут эффективно этим пользоваться. Поэтому, пожалуйста, вот на это обращайте внимание. Пересматриваем пул поставщиков, анализ ассортимента, анализ брендов, кто с вами, кто без нас, кто без вас. Вот эти вот коммуникации, которые раньше не были так важны, сейчас они становятся определяющими. Кто вам помогает, кто заботится о вас, кто с вами на связи, видимо, вот такие вот отношения и должны укрепляться. Все остальное это будет у вас балластом. Самое время сейчас заниматься этим. Присмотритесь к коллегам в своем городе. Если я говорил о том, что невозможные объединения такие глобальные, то локальные они возможны. Почему? Потому что это чисто коммерческий процесс, вернее, проект будет. Если вы в городе вдвоем, втроем представляете какую-то такую значимую силу, общайтесь, потому что у вас много конкурентов, которые более слабые и сейчас выживают безусловно сильнейшие. Вы сможете поделить рынок, понимая, что вы на одно одни не будете на нем никогда. Общайтесь. Это такие ситуационные объединения, которые будут живучи, которые позволят вам и создавать закупочный союз, если надо, получать лучшие условия. Но это позволит вам работать в более комфортной среде. Не среди людей, с которыми не хочется даже общаться. Боитесь зайти к ним в магазин, потому что там гоняет вы конкурент. Нет, вы можете занимать значительно большую долю рынка, поднимать тех клиентов, которые уходят от закрывающихся магазинов и богатеть вместе. Много поговорок на этот счет есть, поэтому я не буду тут углубляться. Начинайте думать на диверсификации своего бизнеса. Бизнес это деньги. То есть вы все равно, если вы планируете и останетесь на этом рынке, вы будете зарабатывать деньги. Не обязательно их направлять в свой же бизнес, потому что это яйца в одной корзине. Думайте, что это? Пекарня, парикмахерская, салон красоты, не знаю, недвижимость куда-то. Разные есть моменты, куда можно, пути, куда можно деньги кладывать, поэтому по крайней мере начинайте думать. Не у всех это получится, не всем это надо, но кто-то может найти выход в этом направлении. Фонд развития, о котором я вот тоже говорил, создавать фонд развития, но безусловно это не кубышка, которая вот банка, денег и она где-то там лежит. Фонд развития это безусловно вложение в какие-то очень ликвидные активы. Может быть у нас, не у нас, но задуматься об этом надо. И он раскрывается кубышка тогда, когда надо стартовать, а не когда надо ее тратить, тратить, тратить. Для этого тут мы все оказались в одинаковом положении, это все произошло резко, тут никакая кубышка особенно не спасет. Она спасает на старте. Значит, начинайте общаться с коллегами, более интенсивный обмен информацией и, конечно, с теми, кто находится выше нас по тому, чего они достигли. это одежники, это близкий нам сегмент, там многие правила действуют, как и у нас, поэтому давайте будем учиться у них. Есть чему поучиться, поверьте, посмотрите, обалдеете, что там уже, куда они уже ушли. Вот, ну и что, вот, теперь я перейду к посткризисному миру, первому его этапу, то есть, то, что мы сейчас делаем, я коротко сказал, пока еще ничего не открыто, чего будем делать, что произойдет на рынке, вот когда скажут, ну, пожалуйста, давайте, открывайтесь, идите, зарабатывайте деньги, мы выполнили свои обязательства, вы выжили, вот, и что вы теперь будете делать? Первое, это рост, безусловно, на рынке произойдет рост интернет-продаж, это крупные маркетплейсы, такие, как у Валберис, пройдут по рынку, как цунами, это будет сначала огромный всплеск, все поставщики постараются туда пойти, потому что обычные каналы, обычные цепочки поразрывались, и туда довольно, скажем, ну, это понятный путь, который и сейчас используют, и другие попытаются использовать, резко вырастет предложение, люди, привыкшие немножко покупать в интернете, то есть, уже опробовав этот канал, будут, безусловно, покупать, и вот этот, этот цунами может поднять рост там и в два раза, я имею ввиду по белевой группе, там и так растет все значительными темпами, за счет кого? Ну, конечно, за счет оффлайновой розницы, других нет у нас, и за счет сетей, кстати, таких, как, ну, крупные международные сети или федеральные, за их счет тоже, но этот цунами довольно быстро пройдет, люди, ну, я вот представляю человека, который ожидает посылку, заказал там блюст или что-то там такое интересное для себя, и вот он ждет ее, он ее ждет день, два, может там неделю ждет, он рассчитывает на что-то, он уже весь в этом, в мечтах, как он откроет эту коробочку, и вот он открывает эту коробочку, а может быть не ах, а не ой там, так, все классно, а ах, вот я вот попал еще на последний день, поэтому, безусловно, там будет откат в нашем сегменте, в июном, но, в принципе, когда эта волна уже, скажем, скатится, это все равно будет плюс 20, это точно у них, а у нас, от нас это все отнимется, если в цифрах так посмотреть, давайте посмотрим, то есть, если я оценивал объем интернет-продаж до кризиса в 140 миллионов евро в год в розничных ценах, то сейчас, мне кажется, это будет 560-600, то есть, значительно вырасти, значительно вырасти.